Программа «Крылья губернии» на Самарском Губернском Радио. Для слушателей старше 16 лет. Это программа «Крылья губернии» в студии Юрий Медведев и представитель пресс-службы «Крыльев Советов» Пётр Никитин. Пётр, добрый вечер. Добрый вечер, Юра. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Эта передача у нас выходит в записи. Мы об этом говорили в анонсах. Прежде всего, мы должны подвести итоги предыдущего эфира. Такова традиция. Традиции отменять не в наших планах. У нас в гостях был галкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов. Он подготовил для вас, уважаемые болельщики футбола, неделю назад следующий вопрос. С такой, с небольшой преамбулой. Говорят, что каждый мужчина в своей жизни обязательно должен сделать три вещи. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Дом Евгений Конюхов построил, сына пока нет, зато есть дочь. А какое дерево он посадил два года назад? Вот это, собственно, и был вопрос. Тот самый для вас, уважаемые болельщики футбола. Мы просили вас хвойные, лиственные ваши варианты оставлять сразу к посту того эфира, как только он появился в соцсети ВКонтакте, в официальной группе телерадиокомпании «Губерния». Ну, огромное спасибо вам всем за ответы. Ответ правильный был получен. Его, внимание, барабанная дробь, дала Юлия Ксенофонтова. Правильный ответ звучит так. Рябина. Юлия у нас получает, как победитель этой рубрики, флаг с автографами игроков. Крылья Советов, Петр, обещал. Мы свяжемся, да, и передадим. Юра, а мне сразу захотелось дерево посадить после этого вопроса. Приеду и посажу каштан. И еще у нас одна есть рубрика, традиционная, в которой мы разбираемся с футбольными правилами. Помогает нам в этом Александр Борисов. Давайте послушаем, что неделю назад он подготовил для вас, уважаемые болельщики футбола. В момент остановки игры на поле одновременно находятся два мяча. Каким мячом следует возобновить игру? Вот такой он выбрал вопрос. Давайте послушаем правильный ответ на него. Игра может быть возобновлена любым мячом, удовлетворяющим требования правил игры. Однако до возобновления игры другой мяч следует убрать с поля. Это называется шутка юмора такая, я так понимаю, в исполнении Александра Борисова. Все очень просто, уважаемые болельщики футбола. Никаких подвохов не было. Вот такой вот ответ. Какой вопрос, такой и ответ. Победитель у нас Дарья Матерова. Дарья Матерова или Матерова. Матерова, я хорошо Дашу знаю. Она у нас закончила медиашколу как раз-таки на базе службы. Засланный казачок, Петр? Нет? Нет. Ну что ж, Дарья, поздравляем вас по традиции этой рубрики. Сувенир символики предстоящего чемпионата мира по футболу. Вот дирекции 2018. Огромное спасибо. Дарья тоже получит. Я уже думаю, раз Петр тем более знаком. Да, мы решим этот вопрос. Будут подарки и в сегодняшней программе от нашего гостя. Ну, то есть подготовленные, естественно, крыльями советов. Но гость будет у нас решать, собственно, кто получит. Решать судьбу подарков. Да, автофлаг, авторамки с символикой крыльев советов. Пляжное полотенце с символикой крыльев. Благо, уже сезон в разгаре, уже достаточно жарко. Ну и скоро совсем можно будет выйти на пляж. Полотенце с ромбиком и с двумя замечательными, прекрасными буквами. КС. Да, лучшими буквами в Самаре. Это уж точно. Самое время представить нашего сегодняшнего гостя. В прошлом известный бельгийский футболист выступал за сборную своей страны, а на клубном уровне за бельгийский Андерлехт и Моленбек, а также за французский Нант. В качестве главного тренера работал с бельгийскими клубами Мехелин, Генг Андерлехт, португальским спортингом и Аль-Джазирой из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2014 году возглавил Самарские крылья советов. В первый год своей работы привел команду к золотым медалям первенства ФНЛ и решил задачу по возвращению в Премьер-лигу. Второй сезон под руководством Франка Веркаутера на Волжане завершили на 9-м месте в РФПЛ, что стало лучшим результатом с 2009 года. Покинул крылья советов в 2016 году. В настоящее время работает в бельгийском клубе «Серкаль Брюгге», с которым этой весной вышел высший дивизион страны. Вот такое долгое-долгое представление. Действительно, все так. Франк Веркаутерн сегодня у нас в гостях, уважаемые болельщики футбола. Франк, рады приветствовать вас в нашей студии. Пару приветственных слов нашим болельщикам, нашим радиослушателям. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Во-вторых, я бы хотел отметить, что мне очень радостно находиться здесь. Я счастлива в том, что мне предоставилась возможность еще раз поблагодарить тех болельщиков, тех людей, которые были с командой в то время, когда я руководил ей, которые нас поддерживали. И для меня этот период – это очень-очень хорошее, теплое воспоминание. Так что я счастлива здесь с вами. Огромное спасибо. И хочу сразу, уважаемые болельщики футбола, представить, конечно, кто нам сегодня помогать будет, коммуницировать, уже помогает. Это Анна Шеймарданова. Анна, приветствую. Добрый день всем. Спасибо тоже за работу. Ну и с места, наверное, в карьер. У нас сегодня вопросы в основном от вас, уважаемые болельщики футбола. Спасибо, что оставили их в таком количестве. Вопросы разные, интересные. Вопрос от Юлии Ксенофонтовой. Франк, не жалеете ли, что в свое время согласились возглавить Крылья Советов? Да, конечно же, нет. У меня нет никаких сожалений ни по поводу своего решения, ни по поводу работы, которую мы проделывали, а с командой. Единственное, о чем мне жаль, это то, что, может быть, мне не до конца удалось проделать работу, которую я планировал, но это было не моим решением. А во всем остальном это было прекрасное время, и очень рада была здесь находиться. Ну вот та же Юлия Ксенофонтова, да, вот в дополнение вопрос. Да, задает она такой вопрос. А за время работы в Самаре, что вы могли бы занести себе в актив, а что в пассив? Пожалуй, единственная и главная вещь, которую я бы записал в негативные, это наша подготовка к третьему сезону. Не только относительно того, что происходило на футбольном поле, но и во всем том, что происходило вокруг футбольного поля. А все остальные вещи, в принципе, и, естественно, предыдущие два сезона однозначно в списке позитива. Хочу немного добавить еще, продолжить свой ответ, почему большинство абсолютно вещей позитивны. Это потому, что во время работы в Самаре я чувствовал, что мы были командой и что мы хотели прогрессировать, развиваться, добиваться результатов не только с теми, с кем я работала на футбольном поле, но и со всем клубом. То есть это было всегда и желание игроков прогрессировать, развиваться, и желание тренерского состава, и желание команды, клуба всего. Собственно, это было очень здорово. Вопрос от Павла Краснова. Что, по-вашему, привело все-таки к вылету в ФНЛ в итоге в прошлом году? По ходу всего сезона, что стало ключевым? Когда Франк начинал, да, но и... Да, это все-таки, что я работал только в октябре, то что произошло после октября, я не знаю. Даже если я здесь был контакт, то есть еще некоторые люди работали. Но для меня это всегда довольно легко, и вы можете объяснить это довольно коротко. Это было лишение качества, на различных уровнях, и действительно разные вещи. Спортив, спортивный, финансовый. И если у вас нет качества, то в конце концов вы платите. Если вы не делаете работу, то вы не сможете делать, то вы не успеете, вы не имеете виноватые условия. Так что, это более, конечно, в общем, в целом. Это не просто... Не есть один виноватый человек. Есть разные причины, и все, что это ответственность. Я скажу, что все. Первый, конечно, из команды, потому что они были два в этом году, но особенно некоторые другие вещи. И эта responsabilность приводит тебя к тому, к тому, что ты не хочешь быть, в ФНЛ. Я также хочу отметить, что, естественно, нету одного человека, который был бы ответственен, одного единственного человека, который был бы ответственен за то, что команда не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге. Каждый, кто так или иначе был задействован в сезоне, естественно, имеет свою часть вины в том, что случилось с командой в конце, в мае 2017-го. Это и два тренера, потому что тренера было два по ходу сезона. Это и игроки, и те люди, которые находятся в команде, и рядом с командой. Ну, как у нас в России говорят, в футболе мелочей не бывает. Также Франк добавил, несмотря на то, что он с командой до сих пор поддерживает контакт, и есть люди, с которыми он работал, и которые продолжают работать. Все-таки он свое видение представил, но, тем не менее, он покинул Самару в октябре, и, естественно, уже ему сложнее оценить то, что происходило здесь после этого момента. Хорошо, вопрос тогда от Сергея Житкова. Из того состава, который тренировал Франк, кого бы назвали самым профессиональным игроком? Я обычно никогда не делал это, потому что я мог бы поставить кого-то в октябре и забыть несколько других игроков. Для меня, самое важное, что это профессиональное команда и игроки, которые помогают сделать это. Каптан, но также другие партии, это не только один человек, который самый профессиональный. Это клуб, который должен быть, и это команда, который должен показать профессиональное отношение. Так что для меня один игроком не всегда лучший, один игроком не всегда самый большой, не всегда самый лучший, не всегда самый лучший, потому что вы не можете победить только один игрок. Для меня это профессиональное дело, которое вы можете найти в целом структуре клуба, и, конечно же, в аттитуте команды, не только в аттитуте одного игрока, который может быть, конечно же, примером для других игроков, и они существуют, конечно же. Ну, конечно, как правило, в команде всегда есть тот человек, чей профессионализм можно привести в пример другим. Лидер. Лидер, ну, чей профессионализм можно привести в пример другим, и который выделяется этим. Несмотря на это, Франкс считает, что всегда важно, чтобы профессионализм был отличительной чертой не одного человека, который находится в команде, а отличительной чертой всего клуба, всей организации. И никогда нельзя выиграть матч одним профессионалом, одним игроком. Поэтому выделение одного человека – это та вещь, которую он никогда не делал и старается никогда не делать. Потому что ты можешь одного назвать, а другого не назвать, просто потому что какие-то последние воспоминания остались. При этом другие люди реально не уступали в определенных моментах ни в профессионализме, ни в своем старании. Поэтому профессионализм – это все-таки то, что должно быть командным свойством. И именно профессиональный подход к футболу и к игре, а то, что он всегда хочет как главный тренер видеть в составе и в клубе. Франк также считает важным добавить, что перед тем, как возглавить крылья, он слышал предубеждения об игроках, о людях, которые находились в Самаре отчасти, что это не совсем профессиональные люди, что они не всегда стараются. Тем не менее, он хочет отметить, что те, с кем он работал, действительно всегда были готовы слушать, готовы развиваться. И действительно ответственно относились к вещам организационным, к футболу, поэтому у него не было претензий в этом отношении. Перейдем к современным крыльям и вопрос от Максима Антипова. Франк, как вам игра нынешних крыльев? Много ли матчей смогли посмотреть в этом сезоне? И вообще, как часто следите за выступлением крыльев? Нет, благодаря играм, я должен быть уверен, что это не так. Благодаря highlights, да, потому что у нас есть какие-то инструменты, чтобы следить за выступлением и другие, так что мы сможем увидеть это от закона. Результаты все время, особенно даже на лайфхаке, лайфхаке, и, конечно, также с ассистентами, практически каждую неделю, каждые две недели, мы были сообщены о крыльях и результатах. Конечно, я следую, не в том, что я могу сказать, как их команды и как они играют, но я всегда следую, я следую, что результаты, и не только от Крылья Советов, но и от профессионалов, но и от двух. Я следую, и я пытаюсь увидеть, где они стоят, я думаю, что это не так хорошо для момента, и где некоторые игроки из Крылья, даже те, кто уйдет или те, кто сейчас играет, о том, что они делают и как они выглядят в моменте. Ну, несмотря на то, что я не имею возможности смотреть полностью Игры Крыльев, я все-таки слежу за командой не из серии, как дела, какой счет, а я абсолютно слежу за всеми результатами матча, как правило, даже в онлайн-режиме, если есть такая возможность. За неимением времени и возможности следить полностью, просматривать все игры, обязательно осмотрю лучшие моменты, подборку самых интересных эпизодов матча. И, конечно же, слежу за игроками, как с теми, которые уже покинули Крылья, так и с теми, которые продолжают выступать за команду, причем не только за первым составом, но и за молодежным, за второй командой. И, несмотря на то, что у них, может быть, не все получалось в последний год, все-таки мне интересно, как развиваются игроки, и я стараюсь в том числе поддерживать связь со своими ассистентами. Мы обмениваемся имейлами, письмами, которые содержат больше информации, чем просто, как у вас дела, как вы сыграли и так далее. Но и все-таки стараюсь быть в курсе того, что происходит с игроками и с командой на более глубоком уровне. Ну, тогда вот вопрос от Павла Краснова. Глядя на сегодняшнюю игру Крыльев, как считаете, сможет ли она закрепиться в чемпионате РФПЛ, ну, остаться больше, чем на один сезон? И что для этого нужно, помимо усиления, естественно, состава? Ну, я думаю, что это обязательство, и, конечно, возможности, чтобы быть в том, что многие другие клубы сейчас находятся. Если я смотрю, конечно, на стоянки, то есть пять клубов, которые могут быть немного выше, чем на остальных. Но, может быть, от Арсенал-Тула, Урал, до того, что я остановлюсь в Амкар, я думаю, что они были последними игроками. Я думаю, что Крылья есть, конечно, место, и это место, где Крылья нуждается. Так что нужно найти в центре или клуба, которые находятся в середине, в середине, в середине, в середине, без проблем. Это, для меня, место для Крылья. Кто играет, что-то, это работа следующего тренера, я имею в виду, для людей, для следующего сезона. Но, конечно же, есть возможность для Крылья, Крылья есть команда для премьер-лиги, и Крылья есть команда для не играть в игре. Ну, вообще-то, это та вещь, которая обязана случиться с Крыльями. Я считаю, что Крылья – это, в принципе, команда премьер-лиги по всем показателям. И если вы посмотрите на премьер-лигу сейчас, то вы увидите, и, наверное, согласитесь со мной, что порядка пяти клубов действительно находятся в более привилегированных условиях и с финансовой, и с любой другой точки зрения. Но затем, если смотреть ниже по турнирной таблице, в ее середину, а это то место, по-моему, которое Крылья всегда хотят занимать, и которое для них было бы комфортным, то вы увидите, что такие команды, как Урал, как Арсенал Тульский, в принципе, они, наверное, ну, немногим отличаются от Крыльев, и поэтому не будем смотреть ниже там, где другие команды, которые вылетели, да, из премьер-лиги в этом году. А вот сама середина – это то, что Крыльям однозначно по силам, и это сохранить место в премьер-лиге в хорошем, спокойном течении сезона – это обязанности главного тренера и тех игроков, которые есть в команде. Ну и без усиления тоже не обойтись, конечно же, без точечного. Я имею в виду, конечно, конечно, у нас всегда будет лучше, если вы играете в премьер-лиге, и для тех игроков это не так же, чем если вы играете в ФНЛ, конечно же. Ну, отвечая на вопрос об игроках, все, что это не возможно, я думаю, что это реалистичный таргет для Крылья, чтобы сделать, что многие команды сделали в этой сезоне. Ну, отвечая на вопрос об игроках, все-таки, да, действительно, оппоненты в премьер-лиге, они отличаются от оппонентов, с которыми команды сталкиваются в ФНЛ, и поэтому всегда в команде есть место для развития. Однако Франк отмечает также, что, возможно, да, команде нужны действительно новые игроки, более сильные игроки, дополнительные, может быть, игроки на какие-то позиции. Но, тем не менее, в принципе, нужно просто быть реалистами и понимать, что, несмотря на то, что это будет непросто, да, он не говорит о том, что сезон в премьер-лиге будет легким для Крыльев, но, тем не менее, это просто должна быть цель команды, сохранить место в премьер-лиге, что им однозначно по силам. И это было видно на примере тех клубов, которые сделали это по ходу этого сезона в премьер-лиге. Болельщики у нас всегда любят спрашивать про трансферы, которые могли случиться, но не случились. И вот Виталька Слесарев спрашивает, Франк, кого из звездных игроков Крылья могли подписать, когда вы были в команде, но не подписали? Раскройте уже эти тайны, сейчас-то можно. Нет, я ничего не знаю, потому что я не агент, я coach, так что я не могу сказать, потому что это не моя работа. Моя работа является спросить, что я называю, профиль. Профиль – один тип игроков, и тогда это работа для других людей, чтобы привести игроков, которые могут, что финансово способны, чтобы играть в Крылья. У меня много игроков, но я играл Дебрян, Куртуа и другие, но я думаю, что это не будет легко, чтобы их получать в Крылья. Франк говорит, что он все-таки не футбольный агент, поэтому это не его работа конкретного игрока приводить в команду. Несмотря на то, что он действительно может быть и хотел бы видеть конкретных звезд, например, Куртуа или Дебрюйна. Да кто бы не хотел. Да, да, конечно. А все-таки как тренер он делал несколько иную работу. Он всегда называл то, что он называет профайл, ну тип игрока, описывал, да, с вами коллегами. Ну, какие качества необходимы. Селекционному отделу, да, он описывал тот набор качеств, которыми должен обладать игрок той или иной позиции. И, собственно, задача селекционного отдела была уже подобрать соответствующего игрока. Цена и качество. Совместить, да, все. И уже Франк, соответственно, встречался с результатами их работы. Поэтому он не знает, ему нечего сказать на то, кто мог бы прийти из звездных игроков в соответствии с теми требованиями, которые он запрашивал. Ну, тем не менее, Франк, огромное спасибо вам, селекционной службе, вообще всему тренерскому штабу, вашему тогдашнему, за то, что в тех крыльях появились такие прекрасные как зарубежные, так и российские игроки. Ну, если из зарубежных, за одного мало, уж точно многие могут сказать спасибо за Бруна, за Пусквата, ну и всех остальных. Я вот. На этом мы закончим первый там, первый блок программы «Крылья губернии». Буквально через две минуты мы вернемся в эту студию и продолжим нашу передачу. В гостях у нас сегодня экс-главный тренер «Крыльев советов» Франк Веркаутерн. Не переключайтесь. Мой город. Моя команда. Это программа «Крылья губернии». В студии по-прежнему Юрий Медведев, Петр Никитин. Куда же мы денемся? Еще раз здравствуйте, уважаемые болельщики футбола. В гостях у нас замечательный в прошлом бельгийский футболист, бывший главный тренер «Крыльев советов» Франк Веркаутерн. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И в общении нам сегодня помогает Анна Шеймардану. Анне, приветствую. Всем добрый вечер. Напоминаю, уважаемые болельщики футбола, что эта программа у нас выходит в записи. Огромное спасибо всем, кто заранее оставил свои вопросы в официальных группах телерадиокомпании «Губерния», в соцсети ВКонтакте и, естественно, группы «Крыльев советов». Все вопросы мы озвучили. Ну, просто из-за отсутствия такого количества времени не успеем. Тем не менее, сразу с места в карьер продолжаем. У нас чемпионат мира по футболу уже не за горами. Да, вот меньше месяца у нас уже осталось даже до первого матча, который в Самаре пройдет. И с этим связано достаточно много вопросов и к Франку в том числе. Александр Крушинин спрашивает «Франк, планируете ли вы посетить матчи чемпионата мира 2018 в России? Если да, то в каких городах?» И в Самаре, может быть, конкретно? Да, это очень легко. У меня есть билеты на два матча в Самаре. 25 июня, Россия. Я буду фанатом Руси. 25 июня я буду поддерживать Россию на Самаре-арене. Против Уругвая? Да, против Уругвая, да. И тогда 7 июня, это игра, мы не знаем, кто будет играть, но, конечно, много зависит от того, если у меня есть работа или нет. Я надеюсь, что на одной стороне у меня есть работа, а на другой стороне я надеюсь, что я буду в Самаре, чтобы я смогу увидеть все игры. Но я буду делать все, потому что и новый стадион, и Самара, и, да, и домашний игрок для России. Так что очень хорошая перспектива и интересная вещь. Да, ну, вообще-то у меня еще пока непонятен статус по моей работе, по моей занятости летом, но, тем не менее, вот 25 июня в домашнем матче России, конечно, я хочу поддержать сборную. И еще у меня есть билеты на матч 7 июля, это четвертьфинал, мы пока не знаем, кто сыграет, но, в любом случае, я бы очень хотела посетить этот матч тоже, надеюсь, что у меня получится. В четвертьфиналах чемпионатов мира недостойных не бывает. Два коротких вопроса на тему чемпионата мира. Светлана Рыбина спрашивает, за кого болеть будете? Я думаю, Бельгия и Россия, это уж точно. Да, у меня единственная проблема, которая может возникнуть, если только Бельгия будет с Россией играть. Не разорваться. Но, в любом случае, это очевидно, что если я пойду в игре против Рыгуэя, я, конечно, буду фанатом из дома и Руссии, это точно. После, если мы встретим Бельгия, это должно быть хорошо, и тогда, я не знаю, конечно, я Бельгий, но у меня много вещей с Россией, поэтому это будет разорваться. Ну да, и вот, естественно, когда я пойду на матч сборной России в России и в Самаре, то я буду поддерживать однозначно Россию. И действительно, вдруг, если команды столкнутся в следующем ранде, Россия-Бельгия, да, Россия-Бельгия, конечно, я как бельгиец должен однозначно ответить на этот вопрос, но, тем не менее, все-таки меня многое связывает с Россией, поэтому действительно будет сложно. Но буду желать обеим командам успехов. Хорошо, ну и вопрос от Александра Крушинина. Местный астролог Каза Дереза предсказал, что на чемпионате мира 2018 победит сборная Бельгия. А какой прогноз делаете вы? Я думаю, что это возможно. Все в Бельгии говорит о семи-финале. Я думаю, что финале является возможным таргетом. Я знаю, и мы должны быть реалистичными. Это не будет легко, есть много других тем, есть очень хорошие игроки, это очень сложный чемпионат. Но мы имеем очень хорошую команду, много талантливых игроков. Они говорят, что это голодная команда, но единственное, что это голодная команда не имеет, это результаты. Я надеюсь, что мы можем сделать это в России. И для меня, что не в финале, для Бельгии, это будет неприятно, даже в семи-финале. Но, но реалистично, это не будет легко, и мы можем быть удивлены, как мы уже два года назад были, и победы от маленького команды, но таргет, я думаю, может быть, играть в финале. Мы были избраны от Бельгии, и это не было предназначено, но это было реалистично. И Бельгии должны победить этот матч. Поэтому мы видим, что этот голодный команда не всегда так голодным, как все говорят. Ну, вообще, да, я считаю, что у предсказания вашей замечательной Козы есть все шансы сбыться. Тем не менее, нужно быть реалистами, да. У Бельгии сейчас та команда, которую называют золотым поколением, золотой командой. Тем не менее, единственное, чего не хватает золотой команде для того, чтобы по-настоящему засиять, это, собственно, победы. Все в Бельгии говорят о том, что сборная вполне может и должна достичь полуфинала обязательно. И мне кажется, что при таких ожиданиях даже полуфинал, собственно, будет таким уже небольшим разочарованием. Тем не менее, все-таки мы посмотрим, да, с кем мы будем играть, как будет команда себя чувствовать, однозначно это не будет просто и не будет легко. И все-таки с тем составом, который есть сейчас у сборной Бельгии, возможно, все. Да, нельзя забывать пример Евро-2016 во Франции, когда наша команда вылетела после встречи с Уэльсом. Хотя команда, да, у Эльс не такая статусная, не такая звездная. Тем не менее, нам не нужно повторять ошибок прошлого, нужно стремиться. И почему нет? Возможно, мы увидим Бельгию в финале, но полуфинал, я думаю, наша команда должна достигать. Но болельщики спрашивают Франка, удалось ли ему увидеть уже новую Самара-арену, что он может сказать по этому поводу? Нет, но тут есть был хороший вопрос. На самом деле, Франк же был в начале где-то строительства Самара-арены. И вот она тогда производила вот то впечатление, что будет мирового уровня действительно стадиона. Ну, во-первых, я бы хотел извиниться за то, что не смог положительно ответить на приглашение Самарское, посетить последнюю домашнюю игру Крыльев в прошедшем сезоне, на Самара-арене тем более. Мне очень хотелось, но это был особенный день для меня в личном плане, поэтому, к сожалению, я не успел тогда побывать на Самар-арене. Но, на другой стороне, я был там двое, первый раз в начале, когда уже ничего не было видно, после того, как строительство произошло. Но, с другой стороны, да, как вы уже верно вспомнили, я действительно посещал новую игру. Новый стадион, если можно так сказать. Я был даже дважды на месте строительства тогда еще. Первый раз, конечно же, мы ничего не могли видеть еще, по сути, там просто была земля, площадка, только-только что-то начиналось, да. Второй раз мы уже были в таком разгаре строительства, и это тоже было интересно. А что касается того, что сейчас, могу сказать, что, пожалуй, я даже завидую Крыльям и завидую Самаре, в том плане, что теперь у команды есть такой новый замечательный стадион. Несмотря на то, что «Металлург» мне действительно запомнился своей атмосферой, своей уникальностью, такой футбольностью, я все-таки думаю, что новый стадион с его уровнем, с его качеством действительно будет подгонять Крылья вперед и мотивировать на успешное выступление в дальнейшем. Ну, это действительно так, это первые матчи уже показали на новой арене, первые тестовые матчи, ну и Крыльям мы действительно это вот все и желаем. И вот время у нас неумолимо, только разговорились, а вот второй тайм, второй блок уже программы «Крылья губерния» нужно заканчивать под занавес этого блока. Очередной вопрос, очередная серия у нас о продолжении рубрики «Свисток» от Александра Борисова. Давайте, уважаемые болельщики футбола, послушаем, что же он для нас в этот раз приготовил. Какой вопрос? Свисток. Может ли игрок носить очки во время матча? Ну, на самом деле, достаточно простой вопрос. Может ли какой-либо игрок носить очки во время матча? Тут достаточно быть болельщиком с небольшим относительно стажем, хотя правила ведь могли бы поменяться. Они каждый год меняются, так что не будьте только категоричен. Не знаю тогда. Хорошо, уважаемые болельщики футбола, сразу по окончании сегодняшнего эфира, как только пост с записью этого эфира появится в соцсети ВКонтакте, в официальной группе телерадиокомпании «Губерния», сразу же оставляйте свои ответы на этот вопрос, а в том числе, напоминаю, что победителем в этой рубрике можно стать всего лишь один раз, так что тех, кто побеждал ранее, ну, оставляйте свои варианты вне конкурса. А тот, кто впервые у нас и правильным первым даст ответ на этот вопрос, получит замечательный приз от дирекции 2018. Естественно, это будет сувенир домашнего чемпионата мира по футболу для России 2018. На этом второй тайм, второй блок программы «Крылья-губерния» с Франком Веркаутером у нас завершен. Буквально через пару минут мы вернемся и продолжим общение. Программа «Крылья-губерния» снова в эфире в студии Юрий Медведев и Петр Никитин. А в гостях у нас экс-наставник «Крыльев-советов» Франк Веркаутером. В общении нам помогает Анна Шеймарданова. Напоминаю, что программа эта выходит в записи. И еще раз спасибо всем болельщикам, кто заранее оставил вопросы в официальных группах телерадиокомпании «Губерния» и «Крылья-советов» в соцсети ВКонтакте. По традиции нашей передачи, третий тайм мы начинаем с рубрики «Блиц». Это будет в этот раз пять вопросов от болельщиков. Let's go. Yeah, let's go. Вопрос номер один. Светлана Рыбина. Когда вы поняли, что футбол – это ваша жизнь? I think when I was born. Я думаю, когда я был рожден. Вопрос номер два. Алексей Петров. В одном из интервью, будучи главным тренером «Крыльев», вы говорили, что деньги для вас на четвертом-пятом местах. А что тогда с первого по третье? Здоровье. Достижения. И счастье. Прекрасно. Вопрос номер три от Александра Крушинина. Франк, скажите что-нибудь по-русски. Очень прошу вас. No, my Russian is losing quality. Мой русский теряет в качестве. Ничего страшного. Буквально одно слово хотя бы. No, please, at least one word. Спасибо, например, спасибо. Yeah, спасибо. But it's so easy. Ну, спасибо, но это так легко. Спасибо большое. Хорошо. Вопрос номер четыре. Александр Корякин. Франк, поздравляю вас с повышением и удачи в новом сезоне. Что у вас в памяти отложилось о Самаре сильнее всего? Хорошее или плохое? Не футбольное. I think the evolution of the city. The evolution of the city. If I see the airport, if I see the Moscow, if I see the cosmos arena. По-моему, даже переводы не требует, да? After the structure, after the people and the attitude of the people. Because it grows since I was here. And even when now I pass people, I run around, people are still very... Франк, близ, близ. Близ. Very nice to me. So this is the main thing for me in Samara. Эволюция города, это, конечно, то, что нельзя не отметить, то, как Самара развивалась. Но на первом месте для меня всегда будет отношение людей здесь, которое и развивалось по мере моего нахождения здесь, и продолжает до сих пор сейчас, когда я оказываюсь на улице, и ко мне подходят люди, это очень приятно, это однозначно лучшее. И вопрос номер пять от Юлии Ксенофонтовой. Что для вас значит наслаждаться футболом? Наслаждение футболом для меня это достижение, достижение целей, которые состоят в том, чтобы побеждать, чтобы делать фанатов, болельщиков и людей, которые занимаются футболом, имеют к этому футболу отношение. Когда счастливы те люди, эти люди все, и счастлив и я, и это вместе со здоровьем как раз-таки самое важное. Ну что ж, это была рубрика Блиц, и по традиции этой рубрики мы, и вообще по традиции нашей передачи, мы каждому нашему гостю обязательно что-то дарим. В этот раз это будет, Франк, и для вас, и для тебя тоже. По два билета с открытой датой в кинотеатр художественный. Я очень надеюсь, что вы успеете со своими вторыми половинками или с друзьями сходить. Да, погнали дальше. Иван Артемов задает такой вопрос. Франк, на вас было всегда приятно посмотреть, на каждой игре Крыльев. Вы были в деловом костюме и галстуке, сразу производили впечатление. На ваш взгляд, почему в России никто из тренеров по поводу внешнего вида не заморачивается? Как вы к этому относитесь? Я думаю, что это личное, но это очень важно для меня. Это как раз, да, это как раз, как раз, как раз, как раз, как раз, как раз, и как раз. Ну, я все-таки считаю, что это персональная очень вещь, и это просто для меня лично очень важно. Я считаю, что этим ты в том числе выражаешь уважение свое к тем людям, которые находятся рядом с тобой. Это часть самопрезентации, в том числе ты общаешься с представителями СМИ, с медиа, и в принципе со всеми теми людьми, которые тебя поддерживают во время матчей. Тем не менее, я все-таки бы хотела отметить, что если кто-то одет во время матча в спортивный костюм, это вовсе не значит, что он не уважает публику, болельщиков и тех, с кем он общается. Просто это то, как ты считаешь необходимым быть во время матча. Мне это нравится, и я считаю для себя лично это важным и не последняя вещь. Люблю очень, когда болельщики какие-то истории находят. И вот вопрос от Алексея Рощупкина. В своей книге «Спартак. Семь лет строгого режима» футбольный эксперт Александр Бубнов рассказывает о том, как в 1984 году после четвертьфинала Кубка UEFA «Спартак Андерлехт» тренер Константин Бесков, недовольный игрой Черенкова в проигранном противостоянии с вами, посоветовал ему взять у вас автограф на программке матча. Что Федор Черенков и сделал? Это было на самом деле или это придуманная вещь? Ох, это было так давно, что я честно не помню уже. Неделю назад у нас в гостях был Евгений Конихов. И он рассказал историю такую об одном матче в Грозном, когда вы тренировали, когда команда отравилась и на установке во время перерыва большая часть команды провела в уборной на самом деле. И вот вопрос от Александра Крушинина, который внимательно слушал эту передачу. Что вы тогда думали и как готовили игроков к выходу на поле на игру с Териком вообще? На секундочку, 1-0 ведь тогда выиграли. Это была катастрофа для вас? Да. Вообще первый раз такое было. Я думаю, что это часть того, что мы называем «ментальный работа». Мы были два раза не похожи проблемы, но два раза плохие предприятия. Один, когда мы поехали в Зенит, или в Москву, мы были проблемы с полей, мы были возвращались, мы были только на день этого года. И тогда в Грозне мы были проблемы. Я думаю, что только один не мог играть, а другой, да. Но я думаю, что вы научитесь, чтобы поставить вещи на стороне, что-то, что-то, что-то. И если вы концентрете, если вы измените, то, конечно, у вас есть своё тело, но вы всегда можете поставить свои лимиты выше. Если вы не хотите, что-то, 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 что-то. И я думаю, что это самое проблемное. work on that moment. If you're going to complain, if you're going to say he's sick and this and that and it will not go, it's not going to go. If you try to say, come on it's going to work, take a pill, the doctor will help you. Think at your game, don't complain, be happy with what you have. There are a lot of other people who are much more sick than you then you can still win. And that proves that the mental possibilities of a person are very, very big. So just try to not concentrate on just what's happening, but concentrate on what you have to do. Уметь сконцентрироваться на том, что тебе нужно сделать, а не на том, что с тобой происходит, да, и отложить какие-то вещи в сторону, это то, что я называю, собственно, ментальной работой, да, работой мысли. И, собственно, вот один из случаев вспомнил Евгений, да, еще у нас был, к примеру, случай, когда были проблемы с перелетами, если я правильно помню, с Зенитом, когда играли, да, пришлось лететь в день матча. Нет, ССК. ССК. В общем-то, речь идет о том, что как тренером нужно мне было правильно настроить игроков и объяснить, что ребята, рядом с вами доктора, и, в общем-то, никто из вас не умирает, это хорошо. И на самом деле вас поддерживают, вам помогают. Кажется, в Грозном тогда только один игрок на самом деле прям не мог играть совсем, а остальные, в общем-то, могли выйти на поле. И вот этот настрой, это возможность и умение отложить какие-то, даже если это физические вещи, в сторону, а думать о том, что ты должен сделать, настраиваясь на то, что твое тело может быть не всегда идеально себя чувствует, но тем не менее тебе подчиняется, это то, с чем мы тоже работаем. И, собственно, вот результат получился такой, значит, у нас собственно были правильные подготовительные меры. Александр Крушинин просит вас. Франк, расскажите, пожалуйста, забавные случаи, связанные с крыльями советов, о котором никто не знает. Я думаю, в любом случае кто-то знает. Если это случилось с крыльями, с командой, ну, пожалуй, есть пару, конечно, забавных историй, которые не для медиа предназначены, не для СМИ. Ну, в общем, есть такие истории. Есть, но, понятно. Для внутреннего пользования, так скажем. Два вопроса от Алексея Рощупкина и Тимура Котовского в один объединим. Главное отличие бельгийских чемпионатов от российского. Какие? Я думаю, что сейчас меньше разницы между высшим дивизионами и первым, вторым дивизионами. Бельгия компетитация гораздо больше besar, чемпионат. В целом, это лишь недоступный Приложим, конечно же, по-круже, в то же время. То есть это доходно, как бы и победит, это положение менять в Белгии, чтобы икрыся лучше, чтобы быта перекладывать. И я думаю, это похожее по-креански, что могут быть не подчиненным, так и молодых или очень подчиненное, и где они предпочитают, чтобы молодых игроков больше экспериментов, чем другие. Даже с результатами, потому что бельгийские клубы живут от продажащих игроков, так что если они поставят молодых игроков в команду, то они делают очень хорошие вещи. Если они покупают экспериментов игроков, то они потратят денег. Постоянно опытных игроков, и ты и деньги тратишь, и не продаешь никого потом. Ну, те же Дебрюйны и Курглассов. Да много-много кто, на самом деле. Спрашивают про разницу и в болельщицкой среде. И Светлана Рыбина, Иеропол Каверин, Александр Крушинин, например. Да. Отметили ли вы особое отношение к футболу в Самаре? Как вам вообще самарские болельщики? И отличаются ли они от болельщиков в бельгийских? Да, конечно, в Бельгии есть отличие, но я думаю, что я начну с другими вещами. Я думаю, что в Бельгии они больше экспрессируют свои эмоции. Они больше петь, больше шутят, больше всех. Есть больше анимация в стадии. И также, когда ты чемпион, есть больше анимация в городе. Здесь, после чемпионата, все все счастливы, но в городе вы не видите много. И даже если в Бельгии ты чемпион с вашим командой, то все городе поддерживает. Ну вот одна из таких отличительных черт, это то, что бельгийские болельщики и вообще фанатская среда бельгийская больше привыкла проявлять свои эмоции. Это касается и стадионов, то есть очень многие люди поют, поддерживают, про какие-то перформансы устраивают. Активно болеют. И, собственно, города. То есть, когда в Бельгии кто-то становится чемпионом в городе, то весь город об этом знает. Весь город украшен. И, собственно, сложно не заметить то, что здесь есть футбольная команда, которая что-то выиграла. Но, тем не менее, я бы сказала, что в России, в Самаре болельщики более понимающие, более поддерживающие команду. В Бельгии все-таки больше привыкли на результат обращать внимание и немножко все-таки в стороне оставаться. И в Самаре, наверное, болельщики с большим уважением относятся к личной и частной жизни всех футбольных людей, у меня как тренера, к примеру. Ну, на самом деле, вопросов еще море, но заканчивать передачу уже нужно. Есть несколько вопросов, но мы должны ответить. Давайте вот от шести, по-моему, человек примерно об одном и том же вопрос, вот во главе с Валерием Жанжаровым, человеком с таким именем. Вы хотели бы поработать в крыльях, в руководстве, допустим, или работать с трансферами в любом каком-то качестве? В крылья вернетесь, если позовут? Действительно, никогда не говори никогда. И несмотря на то, что, может быть, я покидал команду с какими-то определенными проблемами, да, у меня не осталось каких-то предубеждений, и я ни за что не скажу, что нет, я никогда не вернусь в крылья больше в том или ином качестве. В общем, если будет предложение, будем рассмотреть. Давайте посмотрим, да, что будет случаться. Хорошо, пора подводить итоги нам. Франк, кому у нас достанется подарок за лучший вопрос? Кого выберем? Я бы выбрал первый по поводу сожалений о крыльях. Самый-самый первый вопрос. Юлия Ксенофонтова, ну что ж, мы вас поздравляем. На самом деле, вы получите подарок, автофлаг и авторамку с символикой КС. Естественно, вот такие вот у нас будут подарки. И в завершение передачи мы заранее с Франком обсудили вопрос для вас, уважаемые болельщики футбола. Итак, какое число для Франка Веркаутерна является удачным, счастливым и возвращается к нему по жизни? Вот на этот вопрос сразу после окончания этого эфира, как только появится пост с записью этого эфира, оставляйте свои ответы. Первый, кто правильно ответит, назовет вот это вот число, тот и получит в итоге замечательный подарок. Это будет по сезону уже пляжное полотенце с символикой крыльев-советов. Франк, здесь на самом деле очень много пожеланий разных было от болельщиков, да. Мы попросим, она вам все переведет. Но вот двумя пожеланиями я хочу закончить прямо в эфире. По желанию от Дениса Вахрушева. У меня нет вопросов к Франку, просто хочу, чтобы передали огромную благодарность за его профессиональную работу в нашем клубе, за то, что выбрал именно крылья советов в свое время. И удачи в будущем. И от Михаила Романова. Франк, просто спасибо за команду. Будет, если желание, приятно встретим на Самар-арене. Ну что ж, на этом нам приходится просто заканчивать. Уважаемые болельщики футбола, огромное спасибо. Участвуйте в конкурсах. У нас сегодня в гостях был прекрасный, замечательный, в относительно недавнем прошлом все-таки футболист. И вообще в недавнем прошлом главный тренер крыльев советов. Франк, огромное спасибо. Ань, тебе тоже огромное спасибо за помощь. Ну и на этом мы вынуждены попрощаться. Уважаемые болельщики футбола, помните, что если болеть, то только этим самым замечательным, прекрасным видом спорта. Только футболом. До свидания. Крылья Уберни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова